Утро мы обсуждали, куда поедем, чтобы показать наиболее проблемные участки, где самые глубокие ямы. Водители в один голос ответили везде. Просто садись в машину и поезжай. Улица Капитана Петрачкова в прошлом году отремонтирована по нацпроекту безопасной и качественной дороги. Ехать можно, но можно и придраться. Лужи. Дальше едешь все тише. Улица 10 августа. На эту дорогу много жалоб. Водителей словно заколдовало. Говорят одно и то же. Ямы, ремонт, подвеска. У администрации видели? 10 августа. У них, по-моему, с окон видно. Из трех полос две осталось. Дорог нету. Темнеет. Стараюсь уже не ездить себе дороже. Колесо, баллон 5000. Можно лучше не ехать и сэкономить. Ну, постоянно. Только через автосервис. Неделю катаешься. Потом едешь ремонтировать. Подвеска портится. Резина. Диски лопаются. Особенно в легковых машинах. У них диски маленькие. Сколько аварий здесь за них получается. К утру вторника дорогу на улице 10 августа подлатали. Перекресток Громобоя и Калинина пока нет. Это центр города. Еще одно проклятое водителями место – улица Сарментовой. Заботливые водители даже установили временные предупреждающие знаки – палки. Хорошо, шиномонтаж рядом. Их здесь много. Хлебное место, горячая пора. Лучше легковые снимай. Они больше бедствуют, чем грузовые. Ну, а вам как в дороге-то? Что скажете? А если цензурно? Цензурно? Ну, в плохом состоянии. Жалуются и автолюбители, и водители общественного транспорта. Кулдобина на Кулдобине. Пассажиры еле держатся, и ей выходить невозможно. Даже на революции. Это же ужас какой-то. Ну, сегодня вроде, кстати, мы там приезжали, подремонтировали. Чуть-чуть. Но это надолго ли? От этих дорог и подшипники колесные летят. Вот так. Съехал на ремонт. Хорошо я вовремя услышал. Да какой я? Вот у меня кондуктор услышал стук слева переднего. Вот вам, пожалуйста. Черт, хороших дорог, что ли? Где именно платили? Везде. Даже центральные дороги, улицы все разбиты. Колеса отвалятся у машин. Не будем налоги платить за дороги. Наши почты и соцсети переполнены жалобами. Дороги сошли. Пользователи присылают видео, фото ям, пробитых колес, поломанных авто, езды зигзагом. Неделю назад во время прямой линии губернатор сказал, проблема решается просто. Нужно своевременно делать ямочный ремонт. Мера временная до начала основного дорожно-строительного сезона. Задача-то глав муниципалитетов – контролировать поручено Департаменту дорожного хозяйства. Его руководитель начал с причин происходящего. Одна сторона – это сложные погодные условия, большое количество переходов через ноль. И слабые места в проезжей части дороги просто разрывает. Из-за этого большое количество ям в этом году. Вторая причина – это плохое и несвоевременное содержание дорог в городе. Для того, чтобы ямы не были большими, их нужно в моментах образования ликвидировать, проливать трещины. Этого не было сделано, поэтому мы видим сейчас такую ситуацию в городе. Дмитрий Вавренчук добавил, все муниципалитеты в течение вторника должны были заключить контракты с подрядными организациями на проведение ямочного ремонта. Жители же просят активнее сообщать о ямах, выкладывать фото, чтобы администрации оперативно реагировали. По информации Дорожного департамента, 80% жалоб на дороге в Иванове. Как сообщали ранее в мэрии, ямочный ремонт будет проводиться днем, ночью, по выходным. Согласно отчетам, за двое суток литой асфальтобетонной смесью заполнены выбоины на улицах Минской, Ташкентской, 10 августа, Громобой, Якова Горелина, проспекте Ленина. В ближайших планах улицы Спартака, Сарментовой, переулок, 8-й завокзальный. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания БАРС.